На протяжении всего сезона Батыр уверенно шел к победе. Удачно завершив регулярку, нефтекамская молодежная команда обеспечила себе выход в финал. С юниором подопечный Константина Полозова встречались в Кургане, где один матч выиграли гости, а второй хозяева. Серия переехала в Нефтекамск. Ну и в третьем матче Батыр потерпел поражение. В случае, если юниор 11 апреля выигрывает, то становится обладателем Кубка регионов. Этот матч обе команды начали в равной борьбе, но счет открыли хозяева ледовой площадки. Водушевленные первым голом нефтекамцы попытались повторить свой успех, но всякий раз не хватало, казалось бы, мелочи. Игра на добивание у Батыра явно не получалась. Под конец периода хозяева и вовсе расслабились, и за 12 секунд до перерыва юниор сравнял счет. На старте второго отрезка матча нефтекамская команда осталась в меньшинстве. Игра 4 на 5 давалась нелегко, но в самый опасный момент Гарифуллин спасал свои ворота. За 20 минут ни Батыр, ни юниор не смог увеличить счет. Не реализовали моменты, которые были, хотя очень надо было это сделать. Каждый момент важен. И в большинстве не разбери-ка. Плохо играем в большинстве, надо забивать. Большинство это главное. В третьем периоде курганцы заметно прибавили в нападении. На 48-й минуте защитники Батыра допускают не только ошибки, но и Осипова к своим воротам. В результате на табло 1-2. Ответный гол гости получили уже на 52-й минуте. Месогутов быстро среагировал на отскочившую от голкипера шайбу. Ничью этот матч закончиться не мог. В конце периода хоккеистов начали сдавать нервы. И силовых приемов со стороны обеих команд стало гораздо больше. Но в основное время победителя определить не удалось. 5 минут овертайла также не изменили картину дня. В серии гулитов проворнее, точнее, оказались хоккеисты юниора. Тем самым курганская команда завоевала золото чемпионата и увезла из Нефтекамска кубок регионов. Я могу сказать по накалу, сегодня игра была на самом деле, эта игра была за первое-второе место. То есть, как бы, что мы, что соперник, сегодня отдали все силы для того, чтобы пришить именно сегодня это. Игра была очень интересная, очень, я думаю, она эмоциональная была. И болельщик видел это. Вот. И, ну, самое главное, что здесь было так. Кто дрогнет? Ну, слава богу, мы отстояли, мы чемпионы. Второй год подряд команда «Батыр», несмотря на свою молодую историю, входит в число лидеров МХЛ. В прошлом сезоне нефтекамская дружина завоевала бронзовые медали, в нынешнем уже серебром. Болельщики надеются, что сезон 2013-2014 для «Батыра» завершится только золотой победой. Анна Сазыкина, Кирилл Попов, информационная программа «Ежедневник».